здравствуйте сегодня мы с вами изготовим по вашей просьбе очередную приманку cdc луп эмиджер который изготавливается из пера cdc учитывая вашу просьбу мы его будем изготавливать из других материалов то есть ничего общего с этой нимфой эмиджером у нас не будет кроме как техники изготовления этого эмиджера я подготовил перышко перо желательно взять так чтобы оно не было сильно лохматым но достаточно должно быть крепким из набора можно чистить можно не чистить совсем немножко я допустим промотал по цевью промазал клеем закрепил люрекс и нам с вами необходимо вот до начала загиба крючок я использую или же фирмы strike или тимка 200r номер 16 потому что в нашем регионе но не желательно ловить рыбу несколько на большем крючке потому что такой рыбы практически у нас нет для друзей мурманчан и сибиряков желательно это изготавливать уже на более солидном конкретном крючке можно на двенадцатом четырнадцатом теперь нам необходимо с вами изготовить тело вот до места там где мы будем формировать грудку тело должно быть коническим но учитывая то что у нас перо будет идти почти виток к витку за счет того велику толщение ости у нас выйдет немножечко конеческая изготовим тело и просегментируем его нашим люрексом закрепили с вами еще дополнительно вот материал который я вам показывал и мы когда изготавливали кольцо ручейник два цвета это чисто от меня вы можете использовать любой другой плавающий материал или же изготовить так как изготавливается этот эмиджер из пера cdc но так как вы уже бывалые рыбаки знаете что материал который я сейчас применяю меньше забивается рыбьей слизью и хорошо рыба на него реагирует теперь вот у меня когда-то была шапка я беру именно с подшерстком остевой мех андатры этой и нам необходимо с вами изготовить грудку грудка должна быть пышная но и в то же время должна быть плавающей поэтому небольшую часть подшерстка я удаляю промазал нить нашим клеем карандашом ваксой все что у вас будет под руками пожалуйста используйте и теперь мы с вами изготовим грудку вот такой пышноты в принципе то будет достаточно она у нас соизмеримо с толщиной нашего тела я специально выбрал такой материал для грудки чтобы у меня были остевые волоски попадались вместе с подшерстком теперь нам необходимо изготовить чехольчик в в этом эмиджере можно взять пенкой чем угодно то есть как вам подскажет ваша сообразительность но мы с вами сейчас будем изготавливать так что не имеет ничего общего при изготовлении вот этого эмиджера я беру все 2 все две пряди которые я подготовил и закрепим закрепим как раз возле колечка слегка слегка разравнивая материал чтобы он ровненько у нас лег это дополнительно у нас даст хорошую плавучесть теперь для того чтобы материал хорошо здесь держался я беру клей неоднократно я показывал вот такой клей он может быть гелевый может быть как в моем варианте на половину может быть очень сильно жидким поэтому это не реклама просто в нашем регионе лучше клея я не встречал и промазав нить клею клеем я проматывал здесь хорошо 2 ты вот сколько у меня получится для того чтобы мы могли надежно закрепить наш материал все вот так будет достаточно клей наш достаточно хорошо держит материал и мы берем вот два наших одно сверху второе снизу плавающих волокна которые будем изготавливать с помощью крыло теперь нам необходимо с вами выбрать как будет стоять само крыло но для того чтобы нам его нормально изготовить мы опять должны с вами перевести назад все материалы которые у нас есть но нам такого количества будет очень много поэтому часть материала мы отрежем и нить нашу переведем за чехольчик который мы обозначили часть материала который вот я посчитал для меня будет много я убрал я оставил только лишь один цвет и теперь используя естественный его изгиб материала если у вас вот так допустим не получается возьмите ножницы даббинговую иглу как вам будет удобно нам необходимо ну приблизительно до окончания нашего тела вот так обозначить то крылышко которое уже будет у нашего насекомого удерживаем наше крыло и аккуратненько буквально пару раз притяжной петлей подхватываем наш материал вот и все друзья мои мы с вами нанесли буквально на нить капельку клея сделали завершающий узел и и вот такой эмиджер который не имеет отношения к cdc клуб готов к рыбалке в настоящем эмиджере о котором я говорил необходимо было изготавливать еще хвостик и естественно надо было cdc изготавливать вот это кольцо которое вам полюбилось это упрощенный вариант эмиджера который работает не хуже пресловутой мушки благодарю вас за внимание до скорых встреч 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 до скорых встреч